Лоб на кленовидный шов Л-образный Л-образный Находится между Лобной костью И крыльями Кленовидной гости На наружную поверхность Черепа выходит вертись И продолжается Глазник Техника на лобнокленовидной кости называется еще техникой контука. При этом цифалическая рука ставится щипком на лобную кость, колдальная рука ставится на кленовидную кость. Второй палец ставится на крыло кленовидной кости, а мизинец, пятый палец ставится интробуквально на крыловидный отросток кленовидной кости. То есть вот так. В этом соединении кленовидная кость покрывает лобную кость. Поэтому первым движением на фазе черепного выдоха мы производим медиальное давление пальцами на кленовидную кость. Сопровождая ее в выдохе. То есть вот такое движение. На следующей фазе черепного вдоха мы сопровождаем кленовидную кость во флексию. Вот таким движением. То есть пятым пальцем мы сопровождаем крыловидный отросток кленовидной кости. И вторым пальцем сопровождаем крылом кленовидной кости. Следующим шагом на этапе черепного вдоха. Мы сопровождаем лобную кость во флексию, сопровождая ее вентрально. И за счет легкого разведения локтей еще небольшой элемент цифалического движения, такого разведения. И последним этапом на фазе черепного вдоха с опорой на первый палец мы сопровождаем лобную кость, как бы открывая крышечкой. То есть это, собственно, техника кондукта. Такое движение. Такое, если его акцентировать. Сохраняем параметры до ощущения расслабления, потепления и появления движения. И на очередном черепном вдохе убираем лобки с костей. Лобка с костей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...